Выключаем их на соответствующей команде правой кнопкой мыши. Но такой столбик для наших целей абсолютно не подходит. И чтобы не щелкать n-ное количество раз на команду предыдущей операции, мы левой кнопкой мыши выбираем команду «Многократная отмена». И в списке выбираем последние действия из чередующихся друг за другом команд «Тащить». Она у нас девятым номером идет. Нажимаю и нажимаю «Ок». И столбик у нас приобретает прежние формы. Отключу контрольные точки. Теперь давайте вновь объединим все поверхности. Ну и теперь осталось придать столбику нужные размеры. Сейчас верхняя и нижняя торцевые поверхности имеют размер 8х14 мм. Соответственно такую же ширину имеют и боковые вертикальные поверхности. Нам же надо получить торцевые поверхности размером 10х10 мм. И соответственно такую же ширину должны иметь выше упоминавшаяся вертикальная поверхность. Да и по высоте наш столбик несколько высоковат относительно боковой проекции чертежа модели. Необходимых размеров можно было бы добиться, включив контрольные точки нашего объекта. Но это не очень удобно в нашем случае. Лучше всего для этих целей использовать команды масштабирования. Я вытащу окошко в сторону, чтобы после выбора каждой из команд оно у нас не пропадало. Теперь сверну окно перспективы. В окне верхнего вида выделю наш объект и выбираю первую команду. Масштаб в трех измерениях. Следую указаниям, которые прописаны в командной строке. Основную точку ставим в любом из углов объекта. Так, давайте отключим все привязки. Итак, ставим основную точку. Первую промежуточную точку давайте поставим в конце той грани поверхности, которая имеет наименьшую длину. То есть двигаемся строго вертикально вверх. И теперь, двигая курсор, в окне перспективы можно наблюдать, как объект пропорционально измеряет свои размеры во всех трех направлениях. Длины, ширины и высоты. Завершаем команду, поставив вторую промежуточную точку в десяти миллиметрах от основной. Теперь для проверки можем выбрать команду расстояние и замерить его. Теперь, перейдя в окно переднего выда, выбираем команду масштаб в двух измерениях. И делаем то же самое. Основную точку ставим в одном из нижних углов. Первую промежуточную точку ставим в противоположном углу. И, двигая курсор, можно заметить, как объект меняется по длине и высоте, а в ширине остается таким же. Завершаем команду, установив вторую промежуточную точку в десяти миллиметрах от основной. Опять же можем замерить расстояние и в командной строке надпись. Расстояние равно десяти миллиметрам. Перейдя в окно бокового вида, двигаем наш столбик в зону расположения крыши модели. Нижняя грани его поверхности совмещаем с осью Y. Видим, наш столбик имеет недостаточную высоту относительно верхней линии крыши модели. В этом случае мы выбираем команду масштаб в одном измерении. Основную точку ставим в одном из нижних углов. Обратите внимание, и это особенно хорошо видно в окне перспективы, основная точка расположилась у нас не в углу объекта, а рядом с ним, на оси Y. Вот я включу клавишу и всем сетку конструкционной плоскости. Теперь в окне верхнего вида расположу объект, чтобы его было хорошо видно. И видите, основная точка расположилась на оси. Теперь, перейдя в окно бокового вида, буду пытаться установить курсор в верхнем углу строго по вертикали. И видите, привязка не дает нам этого сделать. Если мы уменьшим это значение, это тоже не даст нам желаемого результата. Самое лучшее в этом случае это воспользоваться уникальными свойствами концовой привязки. Включаем, и да, произошла привязка к углу нашего столбика. Но, вот теперь сделаю в окне переднего вида, чтобы вы увидели. Если я начну масштабировать, можно заметить, как происходит по оси масштабирования деформация столбика. Если я даже его установлю, закончу построение на нужной высоте. Вот. Тогда довольно отчетливо видно, что столбик у нас деформировался. Наверное, с приведущей команды. И теперь в окне перспективы, уже не выключая концевой привязки, делаем все то же самое. Естественно, при включенной концевой привязке у нас происходит привязка к самому объекту. Точка строится не на оси, а вот там, где положено. Ставлю основную точку внизу. Первую промежуточную точку ставлю вверху. И теперь, перейдя в окно бокового вида, заканчиваю построение. Теперь можно выключить окошко с привязками. И перейдя в окно переднего вида, совместим осевую линию столбика с осью Z в конструкционной плоскости. Удерживая клавишу шифт на клавиатуре, перетаскиваем столбик правее. Теперь осталось расположить столбики с каждой стороны боковой проекции чертежа модели. Затем, перейдя в окно верхнего вида, после установки чертежа верхнего вида, расположить столбики по обе его стороны. После того, как данные операции будут проделаны, можно приступать к изучению способов построения поверхностей, применительно к нашему случаю. Первый способ, методом создания поверхности по четырем угловым точкам, мы изучили. Следующий способ, а вернее их несколько, расположены в этом окошке. Первой в этом списке идет команда плоскость, угол к углу. Первый угол создаваемой поверхности, как и ранее, ставим максимально близко к углу проекции чертежа. Второй угол, двигаясь по диагонали, ставим также, максимально близко к углу чертежа. И получаем поверхность. Вернемся к предыдущей команде. Далее прямоугольная плоскость по трем точкам. Вверху в углах ставим первую и вторую точки. Третью точку ставим внизу со стороны передней части чертежа модели. Построив поверхность одним из вышеперечисленных способов, можно закрывать окошко с командами построения поверхностей. Теперь, как и в основном уроке, копируем поверхность, совмещая ее с верхней линией крыши чертежа.